Здравствуйте! На телеканале Новый Век программа Вызов 112. В студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы покажем последствия проезда на красный свет в центре Казани. Я двигался на зеленый сигнал светофора. Ну мы с ним разговаривали, он так говорит, я вот так говорю. В нарушении правил никто не сознался. Расскажем, как от желания сделать приятное девушке молодой человек чуть не лишился автомобиля. Да сейчас не могу, я в шоке, братан. И почему в социальных сетях, чтобы не лишиться денег, надо проверять даже близких? Это и не только прямо сейчас. Крупная авария произошла сегодня днем на пересечении улиц Ташаяк и Левобулачная. Там столкнулись Киосит и Ниссан Альмера. Автомобили в результате удара получили серьезные повреждения. По предварительной версии, один из участников ДТП выехал на запрещающий сигнал светофора. Только вот кто именно? Вину в произошедшем водители перекладывали друг на друга. Мнение обоих выслушала Нафиса Минязова. Я двигался на зеленый сигнал светофора, второй водитель выехал на красный постречный. Водитель автомобиля Киа рассказывает, ехал на работу с кремлевской дамбой, направлялся в сторону улицы Левобулачная. Говорит, правил не нарушал, но спокойно доехать до места назначения все же не получилось. В какой-то момент на перекрестке на запрещающий сигнал светофора прямо перед ним выехал Ниссан Альмера. Удар был сильный, а вот второй участник аварии совершенно другого мнения. Просто он говорит, что это вы на красный свет светофора вылетели. Вы не разговаривали с ним? Ну, мы с ним разговаривали, он так говорит, я вот так говорю. Вы считаете, что это он? Ну, конечно. Я его просто не видел вот здесь. Вот здесь его не было. Он, видать, оттуда ехал, думал, может быть, успеет. Рассказывает, что тоже ехал на работу с улицы Тошаяк, направлялся в сторону Кремлевской. И он считает, что в ДТП виноват именно водитель автомобиля Киа, который, по его мнению, на перекрестке хотел проскочить на красный, но это у него так и не получилось. В результате удара обе иномарки получили сильные повреждения. У Ниссана смята правая сторона, искажено переднее колесо. У автомобиля Киа же пострадала вся передняя часть. Участникам ДТП прийти к мирному решению вопроса не получилось. Никто из них своей вины не признал. Они остались дождаться сотрудников автоинспекции, которым теперь предстоит выяснить, кто прав, а кто виноват. Нафиса Минязова, Константин Бушуев, Вызов 112. Еще одна серьезная авария произошла сегодня днем на улице Кулахметова. Там лоб в лоб столкнулись Део Джента и Тойота Королла. Никто из участников происшествия признавать свою вину не спешил. Почему, расскажет Альбина Солгараева. Водитель не убедился, совершал маневр. Я по главной дороге ехал. Да, вот он выезжал оттуда. Водитель автомобиля Тойота Королла признается, это его первая крупная авария. Рассказывает, что ехал домой по улице Батаршина в сторону Шамиля Усманова. Но спокойно доехать так и не смог. На улице Кулахметова путь ему перегородила Део Джентра. Деваться было некуда, столкновение было лобовым. Говорит, вина тут полностью лежит на водителе Део. Но у последнего был свой взгляд на произошедшее. Видите, здесь сугроб, поворот крутой. Я выехал, никого не было. И право налево посмотрел. И он выскочил резко. Сразу видать, скорость-то хорошая была. Мужчина рассказал, приехали в Казань на Никах к родственникам. При выезде с территории мечети произошла авария. Причин видит несколько. Большие сугробы, перегораживающие видимости и большая скорость Тойоты. Говорит, ехала бы она медленнее, аварии бы не было. Или, по крайней мере, повреждения были бы гораздо меньше. Участников аварии теперь ждет разбор в ГИБДД. Обоим автомобилям же теперь предстоит серьезный ремонт. Пока же передвигаться своим ходом они не могут. К слову, этот участок дороги относится к опасным. Об этом говорят и венки на заборе, и недавно установленный светофор. Альбина Слагараева, Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Остановился, чтобы купить цветы и едва не лишился автомобиля. Серьезная авария произошла на проспекте Победы. По предварительной версии, Лада 10-й модели, двигавшаяся со стороны улицы Арбузова, протаранила Деонексия. О том, как желание сделать женщине приятное, обернулось разбитой машиной. Репортаж Салавата Мухаммадулина. Да сейчас не могу объяснить, я в шоке, братан. Основная сила удара пришлась на заднюю часть Деонексии, потому ее водитель серьезных травм не получил. Впрочем, как и хозяин десятки, по рассказам водителя узбекской иномарки, он остановился, чтобы купить цветы. Спустя пгновение в его автомобиль врезалась Лада. Вот он летел, у него высокая скорость. Откуда у вас водитель такой удар был задний? Водитель Лада рассказал, что высокую скорость развить не смог бы. Молодой человек отметил, что только тронулся со светофора на перекрестке. Стоящую машину он не увидел, так как начал перестраиваться в правый ряд. Да, я не знаю, перестраивался, я вас скажу. Но при всем при этом водитель десятки свою вину признавать не спешил. Автоинспектором молодой человек заявил, что Нексия двигалась задним ходом, что, впрочем, опроверг ее водитель. Теперь с высокой вероятностью обоим участникам аварии придется доказывать свою правоту на разборе в госавтоинспекции. Прояснить картину может камера наружного видеонаблюдения. Слава Пухмадолина, Айрат Нозипов, Азат Самиголин, Вызов 112. В Агрыском районе 43-летний мужчина сгорел в огне в собственном доме. Сообщение о пожаре поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 рано утром. Очевидцы сообщили, что горит одноэтажный бревенчатый дом и сарай по улице Коммунальная в селе Красный Бор. Пожарных встретили соседи. Они сообщили, что внутри могут находиться люди. В ходе осмотра горящего здания спасатели обнаружили 73-летнюю хозяйку. Ее серьезными ожогами лица, рук и дыхательных путей госпитализировали в больницу набережных Челнов. Спустя полчаса огнеборцы справились с огнем и в ходе разбора здания они обнаружили тело сына хозяйки дома. Предварительная причина возгорания – непотушенная сигарета. Еще один мужчина погиб в огне в Нижнекамском районе. На пульт диспетчеров по единому номеру вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о пожаре. Очевидцы сообщили, что горит небольшой жилой сруб. Сарай и баня в деревне – ключ труда. Они также предупредили, что есть большой риск перекидывания огня на соседние дома. Пожарные на место происшествия прибыли быстро. Полыхающие здания потушили в течение часа. Соседи сообщили спасателям, что в доме может находиться человек. В ходе разбора завалов было обнаружено сильно обгоревшее тело. Предположительно, погибший был 52-летним сыном владельца дома. В результате пожара все помещения сгорели дотла. Причиной возгорания могло стать нарушение правил безопасности при эксплуатации печей. 44-летний местный житель попался на уловки интернет-мошенников. В отделе полиции потерпевший рассказал. В социальной сети ему пришло сообщение с аккаунта двоюродного брата, где последний якобы сообщил, что находится в трудной ситуации, попросил одолжить денег. Мужчина не стал уточнять подробности и в кратчайшие сроки перевел 25 500 рублей на указанные банковские счета. О том, что страница родственника была взломана и от его имени писали другие лица, он узнал лишь спустя несколько дней. После чего и обратился в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас устанавливаются личности, на карты которых были перечислены денежные средства. Опасности дорог в Тайване, неудачные охотники и песчаный душ. Все самое интересное вы увидите в рубрике «Сплошные проколы». Водитель в Тайване теперь может смело праздновать второй день рождения. Проезжая по опасному участку дороги, он чуть не стал жертвой огромного валуна, свалившегося со скалы. Возможно, теперь мужчина будет внимательнее следить за камнями на таких опасных участках дороги. Вышли на охоту и чуть сами не стали жертвами. Охотники устроили засаду возле норы, где скрывался дикий кабан. Но животное не стало дожидаться развязки и бросилось на пролом, едва не сбив человека. Ошарашенные охотники остались, что называется, сносом. Исполнять танцы на катере этот молодой человек, скорее всего, больше не будет. И все благодаря горькому опыту, который он получил, красуясь перед своими подругами. Исполняя хаотичные движения, он не удержал равновесия и ушел под воду необычным способом. Горький опыт, а заодно и песчаный душ получила героиня этого видео. Ее любительница острых ощущений решила прокатиться на доске по песку, а заодно и снять все от первого лица. Несмотря на то, что девушка съела много песка, ее поездка закончилась относительно благополучно. Лизан Сабирова, Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570-50-50 или на мобильный 898-69-1212-1212. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...